Добрый день! В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, лето в самом разгаре и все больше набирает обороты такой сейчас новый вид отдыха, скажем так. Или не отдыха, а перемещение кто-то по работе, как использование электрических самокатов, назовем так. Хотя у меня, наверное, вопрос, можно ли это назвать действительно самокатом, потому что самокатом сам же вроде ногой отталкиваешь, качешь, а тут нажимаешь кнопки, едешь сам. И кроме того, все больше в городе становится и других видов электротранспорта, частного электротранспорта, электрические велосипеды появляются, Сигвей никто не отменял. И вот вопрос только, что с этим делать, поскольку все мы видим новости криминальные, так можно сказать, передачи наши, которые коллеги ведут, все чаще-чаще передают новость о том, что там самокат, человек столкнулся, там в кого-то врезались, там под машину попал и так далее. Что с этим делать, как-то можно обуздать вообще, и нужно ли, а может вообще все запретить, об этом мы поговорим с гостями программы. Хочу представить, это Денис Черных, заместитель главы администрации Твери по вопросам городского содержания и транспортного обеспечения. Денис, добрый день. Добрый. И Павел Власов, заместитель начальника отдела управления нашего ГИБДД, УМВД по Тверской области. Добрый день, Павел. Здравствуйте. А вы нам можете задавать вопросы по телефону 3190. Что вы думаете по поводу электросамокатов, электрических велосипедов и так далее? Может быть вы сами ездите, может быть у вас ребенок замучил, купи папа, купи папа, что я как лох, все ездят, а я нет. Или там дай мне, привяжи карточку свою к моему телефон, чтобы я мог ездить. Что вы думаете, если вы сами ездите или есть действительно кто-то из ваших друзей, знакомых, детей самое главное ездить, потому что детей действительно есть очень много. И, к сожалению, дети так всегда были, они не очень беспокоятся о собственной безопасности. Поэтому 3190 у нас прямой эфир, ваше мнение нам очень важно. Ну что же, наверное, начнем с представителей ГАИ. Скажите, у вас какие-то вообще оценки есть? Вот сколько в городе уже появилось электросамокатов? Как-то вы оцените ситуацию? Давайте мы, наверное, разделим эти электросамокаты на две категории. То есть это те электросамокаты, которые люди берут в прокат, так называемые шеринги, и те электросамокаты, которые люди приобрели самостоятельно. То есть, наверное, мы эту категорию немножко сейчас исключим, потому что они значительно отличаются от тех, которые в прокат предлагают. Потому что у них другие характеристики, у них скорость движения другая, и это здесь ответственность, наверное, уже можно переложить на самого владельца. И многие эту ответственность понимают. Я, наверное, поподробнее поговорил бы о тех самокатах, которые в прокат дают. Ну, здесь смотрите, что можно сказать. Первое, все понимают, что сейчас у нас немножко правовой такой вакуум образовался в этом направлении. И поэтому самокатчиков расценят как обычных пешеходов. Ничего себе пешеход. Но вот из-за этого, собственно, могут возникать риски. Первый риск это то, что эти самокаты передвигаются в той среде, по которой передвигаются пешеходы. Но скорость этих самокатов значительно выше, чем скорость пешехода. То есть у нас сейчас эти самокаты развивают по техническим характеристикам скорость 25 км в час. Это которые арендные? Арендные самокаты. Ограниченные, сколько я знаю, на искусственные. Да, 25 км в час. Хотя, честно говоря, по опыту, мы уже выступали с инициативой на комиссии по безопасности дорожного движения, чтобы эту скорость ограничить 15-20 км в час. Только потому, что она вот именно в потоке с пешеходами. Ведь вот просто простой пример. Человек приходит на бег на скорости 11 км в час. То есть если два человека бегут на встречу, даже просто бегут и сталкиваются, ну понятно, что они пострадают. А здесь, когда идет речь о средстве передвижения, мы понимаем, что пешеход может пострадать. Второй риск, второй риск, опять же, возвращаясь к скорости движения, из-за того, что скорость движения значительная, люди на самокатах начинают выезжать на проезжую часть, что в принципе нельзя в их положении. Из-за этого же опять нашего вакуума. Тут они попадают в опасность сами. То есть при столкновении с трассным средством мы понимаем, что может произойти. Собственно, такие два риска я бы, наверное, выделил с точки зрения безопасности дорожного движения. Ну и дальше мы, наверное, поговорим и разовьем эту тему поглубже. Ну а все-таки еще раз к вопросу. У вас есть какие-то оценки? Сколько у нас в городе? Сотни, допустим, тысяч или как? У нас два шеринга имеются в городе. То есть все видят, сколько их количество выставляется. По количеству, наверное, это лучше. Около 600. Около 600 уже. Это вот именно арендован. А вот частные есть тоже какие-то оценки вообще? Нет. По частному, как их можно оценить? Если бы они регистрировались, то, да, конечно, мы могли бы оценить. А так как... Ну все это видят, что их не сильно много. Вот конкретно в нашем городе. Если даже сравнивать с городом Санкт-Петербург, ну, многие, кто бывали, то видят, что там у них значительное количество, гораздо больше таких средств передвижения. Ну понятно, туристический город. А Сигвей те же самые? Ну, смотрите, если говорить, вот они попадают под одну категорию. Это электрические самодвижащие устройства. У нас их обозвали средством индивидуальной мобильности. То есть туда попадают и Сигвей, и моноколеса, и электросамокаты. А велосипед к велосипеду. Электрические, которые велосипеды. Если вы имеете в виду фэтбайки, да, это электро, который велосипед с электроприводом, то они, по их характеристикам, они вообще попадают под категорию мопеда. Вот. Как раз с коллегами сейчас разговаривали перед эфиром. Я говорю, ребят, а почему вы это называете электровелосипед? Ведь, по сути, это мопед. Только на электрическом ходу. Мне говорят, ну как же, Ром? Я говорю, ну вы же электрокар называете электрокаром, электромобиль, машину, просто на электроходу. То же самое. Какой это велосипед, согласитесь? Это мопед. Поэтому вот это оговорено в правилах дорожного движения, и они-то как раз не выпадают с правого боли. Даже есть скейтборды с электроприводом, если уж говорить об этих устройствах. Ну, мы, опять же, наверное, будем говорить злободневно о наших вот этих самокатах. Ну, да, в первую очередь, да. Что конкретно самоката касается, опять же, по безопасности, его конструкции? Ну, по сути, это же детская игрушка, которая дали немножко большую мощность, не внесли небольшие изменения в конструкцию. В целом она уже не детская игрушка. И что она из себя представляет? То есть это маленькие колеса и низкая платформа. То есть поэтому отсюда и риски. То есть там особенности управления, в основном это путем балансировки. И поэтому мгновенно человек, который едет на самокате, направление движения и резко изменить просто не может. Ну, из-за особенностей управления. Верно я понимаю, что это главное отличие от велосипеда обычного? Конечно, если появляется какое-то препятствие и так далее, велосипеде гораздо проще среагировать, объехать и так далее, чем на этом средстве. Это я к тому, что анализируя видео с камер наблюдения, которые в том числе, конечно, и ваши, я много раз замечал, что вот вроде бы достаточно расстояния, чтобы изменить траекторию движения. На перекресток выехал автомобиль, допустим. Но человек продолжает упорно ехать, ехать, и в итоге вырезается. Я в всякий раз, значит, думаю, я не помню, что пьяный, или что он что-нибудь унивил впереди машина, или пешеход, или другой самокатчик. То есть это куда более инерционное средство передвижения, в отличие от велосипеда? Несколько по-другому оно управляется, и несколько по-другому происходит реагирование на изменения дорожной обстановки. То есть здесь нужно сбросить, нажать и так далее. А на велосипеде несколько по-другому все это происходит. Поэтому в этом и отличие. И люди, которые профессионально на них ездят, так и есть. Я не одного человека знаю, который уже 3-4 года использует в летний период именно для не покатушек, а именно как средство передвижения. Понятно, что он будет больше подготовлен к изменению, чем человек, который первый раз скачал приложение и что-то взял. Действительно, это очень опасная игрушка. Как в свое время мы проводили кампанию, и не один год ушло. И в принципе она дала свои результаты однозначные. Когда мы людей настраивали против самостоятельного использования детьми скутеров. Да, помню, что одно время было. Конечно, конечно, да. Сейчас уже это все на спад идет, действительно. Потому что здесь аналогичная ситуация. Здесь нужно, чтобы несколько мировоззрений изменилось. А можно сказать, что самокаты вытеснили скутеры, на ваш взгляд? Нет. Или просто скутеры сошли сами по себе, вот эта волна? Она именно сошла именно волна. То есть это также используется, но на самом деле и статистика, она говорит о том, что меньше таких происшествий становится. Да, я хорошо помню, как ГИБДД еще лет 10 назад просто действительно все уголобили скутеры, скутеры, скутеры. В первую очередь за детей. И самокаты они более доступны, получается, сейчас в данном случае. И менее финансового затрата. То есть, опять же, в этом вылезает еще один риск. То есть, что его могут использовать несовершеннолетние или дети. Так и используют, самое главное. Если возвращаться к особенностям управления, да, если мы уже сказали, что поворотом руля на значительный угол может привести к падению, да, то второе опасность – это габариты ребенка, да. То есть мы видим, некоторые уже, наверное, многие видели, что дети едут на самокате, а у него руки на руле выше, чем рост ребенка. То есть это недопустимо. То есть здесь как-то, получается, наверное, должна быть ответственность родителей, и им это надо понимать. Ну, хорошо, скажите, пожалуйста, в этом году были уже ДТП с участием в Тверской области? Вот электросамокаты, может, Сигвей в Тверском есть такая статистика УГАИ? Ну, если говорить о статистике, естественно, они учитываются как пешеходы. И поэтому, если вот прямо вот передачей я вытянул статистику, у нас получилось всего 4 наезда этих самокатов на пешеходов за этот год. Ну, понимаете, каждый наезд – это чье-то здоровье. Поэтому тут, наверное, говорить о том, что этого мало или много, наверное, преждевременно, потому что это сильно развивается. И если в ближайшее время мы не примем какие-то упреждающие меры, в том числе правительство, то есть надо однозначно принимать сейчас закон об этих средствах. Вот о законе поговорим после небольшой рекламы, не переключаясь, мы сегодня говорим о такой актуальной проблеме, как электросамокаты, что с ними делать, как с ними обходиться. Мы снова в прямом эфире программа «Тема дня». Мы сегодня говорим об электросамокатах, как вот урегулировать этот новый вид транспорта. Скажите, действительно, вот вы до перерыва сказали, что всего 4 случая зарегистрированы. А действительно, в принципе, обязаны ли ГИБДД регистрировать такие происшествия? Потому что если вы, как нам сказали, до эфира, по сути, де-юра, де-юра это пешеход, кто-то должен действительно регистрировать тот случай, когда кто-то на кого-то в тротуаре врезался. Два самокатчика или пешехода. Речь идет о вреде здоровья, то есть дальше будет разбирательство, зависит от вреда здоровья в рамках уже гражданско-правовых отношений, либо в рамках уголовного дела. Сотрудники в погонах должны все равно приехать. Смотря какой вред причинен. Ушибы, к примеру. Поэтому, ну, это, наверное, будут уже устанавливать тяжесть вреда, то есть, опять же, это экспертиза все устанавливает. Но здесь речь-то не об этом. Здесь речь о том, что уже нужно думать о том, что, как мы начали уже говорить, о законе, потому что люди, ну, это все равно будет развиваться. Мы понимаем, что жизнь идет вперед, и люди будут использовать средства больше и больше, средства передвижения. Поэтому понятно, что инфраструктуру для них организовать гораздо сложнее и, наверное, финансово затратнее. И поэтому все равно какие-то рычаги воздействуют. Мы говорим о примитивном рычагах воздействия. А вот вы как раз тоже сказали, что даюрный пешеход верно. Я понимаю, что сотрудники ГИБДД, когда человек такой выйдет на проезжую часть, должны его так же сдержать, как если я пешеход возьму и пойду по проезжей части вот просто так. Совершенно верно. По идее он на проезжую часть выходить не может. То есть это нарушитель. Обросов показатель. Наверное, да. Но здесь еще существуют какие подводные камни, какого характера. Пешеход должен, например, если мы говорим о пешеходе, должен пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Правильно? Что будет с пешеходом, который выйдет в проезжую часть и пойдет вместе со всем транспортом? Штраф ведь? При наличии тротуара будет, конечно, да. Будет инициативное доказание. Вот. И тут, получается, де-юре это тоже человек так же. То есть сотрудник ГАИ должен его остановить и выписать штраф. В формулировке, да, мы уже определились. Это пешеход. Так вот, я еще раз говорю тут по поводу пробелов законодательства. То есть если пешеход, мы знаем, должен пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Стало быть, человек на самокате тоже должен пересекать проезжую часть по пешеходному переходу. Но, по идее, при движении на самокате он ничего не нарушает. Но он подвергает себе опасности. Потому что мы уже говорили в начале передачи, что скорость самоката гораздо выше, чем скорость пешехода. То есть когда зима, в смысле, вы вместе пересекает. Совершенно верно. Да, пешеходный переход. И, соответственно, это вот можно приравнять механизм к велосипеду. То есть у нас же велосипед оговорено в правилах, что велосипедист должен спешиваться при пересекании проезжей части. А почему это делать? Потому что скорость велосипеда высокая, и водитель его не может своевременно заметить. Треагировать. Да. То же самое происходит и с человеком на самокате. Поэтому, несмотря на то, что он пешеход, он должен все-таки себя обезопасить. И если вы передвигаетесь на самокате, лучше на пешеходном переходе спешиваться. В избежание для сохранения жизни и здоровья своей собственной. А если это обочина какой-то трассы, верно, я понимаю, что человек на электросамокате должен, так же как пешеход, двигаться по обочине и навстречу. Ну, если за городом, то да. По такой же логике. Да. Конечно. Но мы понимаем, что это вряд ли возможно, это использование за городом, этих средств. Потому что они, во-первых, все основные массы в городской черте. И, во-вторых, что обочины все-таки не такие идеальные, по которым можно передвигаться на самокате. И остается надеяться, что все-таки они будут передвигаться только в городской черте. И там, где разрешено. Ну, а почему в частном секторе? Ну, вот что, вы, Денис, я думаю, прекрасно знаете, как у нас обстоят дела с частным сектором. Там же масса своих тротуаров-то, как правило, и нет. Есть, но вот классический пример. Там едут все по краю проезжей части, по краю, да, проезжей части, оглядываясь назад, отъезжают на обочину. Когда, ну, тоже мы все это видим прекрасно. То, что гордо это касается, у нас частный сектор, пожалуйста, там, вот, и они, соответственно, тоже должны передвигаться на встречу, по встречной полосе, по обочине. Ну, естественно, раз мы уже определили, что это пешеход, значит, они попадают по правилам движения пешехода. Да, до них просто не доходят, они думают, у меня транспортное средство. Ну, к сожалению, мы еще и наблюдаем гораздо более серьезные нарушения, когда пересекают проезжую часть, там, по диагонали, когда передвигаются вдвоем на одном самокате. То есть, ну, это уровень правосознания людей. То есть, и, наверное, вот если сейчас люди посмотрят нашу передачу с нашими всеми примерами и доводами, быть может, у них что-то в голове повернется. Скажите, ну, хорошо, вот мы говорили, что нужно законодательно, а что, на ваш взгляд, нужно предпринимать законодателям? Что бы вы сделали, будь вот сейчас депутатами Госдумы? Ну, если говорить по мнению госавтоинспекции, то есть, однозначно, мы говорим о снижении скорости. Ну, в нынешних условиях пока у нас нет инфраструктуры отдельной, там, велодорожек до достаточно количества и так далее. То есть, это однозначно снижение скорости. Вот, на ваш взгляд, сколько вы сделали? Ну, не более 20, то есть, казалось бы, 5 км в час, это немного, но... Поддержим. А может, вообще 15 или как? Ну, здесь мы, наверное, давайте выйдем все-таки, я расскажу, что делается в городе, да, и дальше, где мы еще видим, что можно еще и работать, работать в том числе, да, и на федеральном уровне. На территории города Твери в настоящий момент внесены уже изменения в правила благоустройства, где, которые, вот эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2022 года, где депутаты, хочу отметить, что практически единогласно, Тверской городской думы, да, они практически единогласно поддержали эту инициативу. И благодаря этим изменениям появится возможность определять территории, на которых, а, нельзя вообще управлять, передвигаться таким средством, и, б, будет разграничена территория по скоростному режиму. Но, опять же, здесь можно говорить только о тех средствах, которые принадлежат операторам, то есть, которые сдаются в аренду и на которых, с которыми мы данную тему отработаем. Подождите, давайте подробнее, мне это интересно. Ну, допустим, уже сейчас у одного из операторов, а у нас их два на территории города Твери, да, допустим, на улице Трехсвятской настройка электросамокатов позволяет не превышать скоростной режим более 15 км в час. То есть, ехал-ехал, он 20 км постепенно разно, свернул, он 300 км, царап. Да, 15 км в час. Соответственно, мы к 1 сентября отработаем те зоны, где мы видим, совместно с госавтоинспекцией, те зоны, где мы видим проблематику, которая сейчас существует. И по образу, подобию Санкт-Петербурга, Москвы и так далее, внутри этих зон будет установлен определенный скоростной режим. Ну, какие это зоны? Ну, например, Трехсвятская, понятно, это пешеходная улица. Исторический центр, где много гуляющих, где много туристов, где много пешеходов и так далее. Например, 20 км в час. На проспекте Ленина, допустим, 25 км в час. Но мы, опять же, говорим, это только те, которые прокатные. Но заставить собственника такого средства самому не двигаться больше 20 км в час и так далее, мы не можем. Раз. Раз. Проверить, измерить эту скорость мы не можем. Это два. И вот здесь вот как раз мы выходим на тот ваш вопрос, который был, да, что нужно изменить. А вот это именно и нужно менять. То есть, первое, все-таки, это не пешеход. Раз. Второй момент, это определенные правила должны быть разработаны именно для них, если мы их не относим к велосипедам, да, потому что у нас пока другой градации нет. И третий момент, это как, кто и при каких условиях будет осуществлять контроль. Просто в эти же правила благоустройства там внесены изменения не только про скоростной режим, но и определенный порядок, например, их парковки. То есть, исключены места, где запрещена остановка, парковка таких средств. Например, где? Ну, например, это воинские захоронения, это остановки общественного транспорта, это путепроводы, это под путепроводами, это различные места, где они будут мешать участникам дорожного движения. Это узкие тротуары, к примеру, да, и так далее. Очень большой список, там порядка 10 позиций, где с 1 сентября это будет считаться нарушением. Для этого нужно, чтобы, опять же, реагировать на эти нарушения, то есть, в принципе, все нарушения за исключением скоростного режима, теоретически их можно отрабатывать при условии внесения изменений в областной закон об административных правонарушениях. Сейчас над этим вопросом мы совместно с коллегами с области занимаемся. Но, опять же, больше это касается тех средств, которые являются прокатными. Их большинство, да, я еще раз говорю, что их больше 600. То есть, верно, я понимаю, что если человек на электросамокате едет со скоростью, я читал, они вроде бы даже до 60 кг в час, если он несет с такой скоростью по тротуару, ему нечего прийти? Ничего, нечего. Просто некий пешеход, который сумел так вот... Совершенно правильно, который не думает о возможных последствиях, потому что, в свою очередь, ему об этом не рассказали. Это как из той серии надо купить стиральную машинку и, в первую очередь, изучить инструкцию, правильно? К сожалению, многие инструкцию не знают. И привлечь его, может быть, только если он выйдет на проезжую часть, тогда уже ГАИ имеет право такого человека штрафовать за выход на проезжую часть в качестве пешехода. Скажите, ну вы уже неоднократно говорили, что они для юриспруденции пока... Ну, обычный пешеход, то есть такой юридический вакуум. А кто может и должен принять соответствующие какие-то изменения, чтобы это теперь приравнять, я не знаю, к обладателю, к примеру, мотоцикла или мопеда? Это должен быть заход федеральный уровень. Круг федерала. Их должны, во-первых, внести, как минимум, в правила дорожного движения. То есть, в постановление правительства. Определение этого. Правила утверждается в постановлении правительства. Транспортного средства. И тогда уже развивать в этом направлении дальше законодательную базу. Так если вот продолжить тему запретов, и что можно было бы было, в чем можно ограничить этих людей. Помимо скорости движения, как мы уже говорили сейчас, да, то есть второе, это однозначно передвижение только одного человека на одном самокате. То есть перевозка пассажиров запрещена, скажем так. А по какой логике? Есть же циклист, едет, а сзади у него пассажир, может быть. И вам скажу, какая разница. А их нет двухместных. Да, это изначально предусмотрено как одноместное транспортное средство. Второе, опять же, если возвращаясь к требованию безопасности и управления, как мы говорили в начале передачи, то человек, который пассажиром, скажем, передвигается, то есть он подвергается еще большей опасности, чем если человек был один. Это второе. Третье. Нужно обсуждать возраст, с которого разрешено управлять этими транспортными средствами. Это однозначно, потому что, ну, как мы уже говорили, во-первых, про габариты человека, да, то есть, ну, наверное, с 14 лет уже в основном все того роста, которого нужно. Ну, к примеру, я говорю, это обсуждаемо. Третье. Однозначно нельзя использовать передвижение гаджеты различные и вообще отвлекаться от процесса управления, потому что статистика говорит о том, что использование телефона во время движения увеличивает риск совершения ДТП в 4 раза. Это, скажите, водителям обычным, я лично наблюдаю миллион раз такую картину, едет какая-то девушка, вот ей скучно ехать, просто скучно, ей нужно непременно еще что-то делать. Чаще почему за девушками, я не какое-то там, это не отношение женского полуфобия, но тем не менее, почему-то, в первую очередь, надам обращение внимания, вот они едут, вот ей нужно непременно копаться в гаджете. Раз уж мы говорим об этом, то они даже не разговаривают, они сидят в соцсетях, а это повышает еще в разы, повышает в совершении ДТП. Вот в том-то и дело, да, это, конечно, беда нашего времени, к сожалению, люди не все это понимают. Ну, вот опять для примера, у ГИБДД много случаев, когда вы штрафуете таких водителей? Ну, понимаете, здесь есть абсолютно это, в правилах дорожного, в административном кодексе, существует, кстати, за использование средств без мобильных средств? И лет 15 назад, я помню, вы активно эту тему поднимали, вот в СМИ тоже, я хорошо помню, лет 15 назад еще Шварценеггер был губернатором Калифорнии, было новое, что его супругу оштрафовали, американская полиция, я думаю, вот супруг губернатор, а у нас просто обычные люди, я не помню от ГИБДД огромного количества представителей, что в этом году мы оштрафовали там 500 человек, а сейчас, правильно, как вы говорите, учитывая, что теперь телефон, это не просто, как раньше еще, не так давно мобила, что называется, а теперь это смартфон, и люди отвлекаются намного чаще, я вот не помню от вас обилие штрафов. Здесь вопрос доказывания, понимаете, то есть, например, даже это использовали, пытались использовать камеры для этого, но, тем не менее, не всегда это объективно происходит, вынесение постановлений по этой статье, и поэтому крайне редко это привлекается сотрудниками, вот такая категория граждан. Ну, есть поле для деятельности, и, наверное, с развитием технологий у нас все получится, и мы в безопасное русло это внесем, эту категорию людей. Денис, вы взаимодействуете с этими компаниями, которые распространяют, реально, к примеру, сделать, чтобы возраст? Там 13 лет, пацану, все, никак. Смотрите, ни один пацан без участия родителей не сможет взять самокат. Почему? А потому что оплата происходит с помощью счета, нужно, кроме специального приложения, к этому приложению должна быть привязана карта, а карту без родителей ему никто не привяжет. Первый вопрос. Второй вопрос. С 14 лет, да, уже, возможно, банк выдает карты и людям, которые получили соответствующий паспорт, да, вот, но опять же здесь возникает вопрос, на эту карту кто-то ее должен пополнить, а это точно не сам несовершеннолетний, это родители. На пирожке, а он на самокате. Согласен. И вот здесь вот уже возникает вопрос. То есть, если это родительская карта, то это, понятно, вопрос к родителю, потому что родитель согласовал привязку, да, и снятие денег, списание денег и так далее. То есть, в любом случае, здесь завязано на, если мы говорим, принес решительство, на взрослых. А по поводу двоих или там двух граждан на таком средстве, чаще всего мы видим два варианта. Первый вариант, это когда в целях экономии два тинейджера, да, раз, и второй момент, когда катают детей, да, ставят впереди себя, он там еле-еле держится за эту ручку. Вот, вот это действительно очень опасный момент, и здесь, конечно, лучше бы все это делать на определенных. А почему, объясните, правда, почему это более опасно, чем когда человек один? А человек будет, если что-то будет происходить, то человек, который управляет, он будет группироваться и, возможно, принимать всевозможные меры для того, чтобы его здоровье был минимальный ущерб причинен. А второй человек, он является заложником ситуации. То же самое, что пассажир мотоцикла, да, то есть, в любом случае, чаще всего, чаще всего проблемы возникают как раз с пассажиром, а не с водителем, если там что-то происходит. Вот, и здесь такая же ситуация. Скажите, кстати говоря, вот, если говорить о заполнении юридического вакуума, вы бы, вот, будь ваша воля, ему ли, Денис, из вашего опыта службы в ГИБДД, вот, а сейчас чиновник, вот, мне интересно, по этому ваше мнение действий, сотрудник ГИБДД, к какому классу средств транспорта вы бы их причислили? К чему? Ну, не к велосипеду точно, то есть, наверное, все-таки это что-то должно быть отдельное, ну, с учетом того, что у нас общество идет вперед, развитие идет большими темпами, это должно быть, то есть, правила не должны быть применимы, допустим, к велосипеду и к... Мопеды к чему относятся сейчас? И к СИМу. Мопеды. Мопеды относятся к мопедам. То есть, почему нельзя к мопедам причислить? По сути, ведь такой же мопед только на электротяге. Здесь нужно же, наверное, их тоже разделить. То есть, если мы говорим об ограничении скорости, да, до 20 гм, сейчас, о котором мы говорили, то есть, их надо выделить в отдельную категорию. То есть, вы только согласились с Денисом, что не нужно причитать какого-то... Те, которые более мощные, о которых мы говорили, которые едут там 60 км в час, то есть, их, может быть, можно вынести в категорию мопеды, как вариант. Есть же и с сиденьями они. Да. Поэтому тут это вопрос для обсуждения, и однозначно, к нему они будут ходить дифференцирован. Этот вопрос, на самом деле, он обсуждается. Где? В городе, в область федерации. Нет, нет, в городе все, что мы могли, вот мы внесли. А в область однозначно есть только изменения. А в кодекс. А вот на уровне федерации, там, где необходим либо отдельный федеральный закон, либо внесение изменений в постановление правительства, которому утверждены правила дорожного движения, да, соответственно, это вот... Коллеги этим занимаются. Вопрос скорости. Потому что были же очень резонансные, да, ситуации, в том числе, там, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, где это очень сильно развито. Просто, да, с учетом развития, то есть, на федеральном уровне было много попыток, но с учетом того, что он требует очень глубокой проработки, с учетом, что сейчас происходит. Поэтому, вероятно, и пока не принимается никакое решение. Скажите, а стоит ли, на ваш взгляд, к примеру, ввести какие-то, ну, если когда вот уже причискивают транспорт, транспорт-сред, допустим, все, ну, или отдельная категория, электросамокат, примерно, стоит ли, соответственно, чтобы человек, покупая, какие-то правила дорожного движения должен был изучать и так далее, на ваш взгляд? Конечно, однозначно. Он же управляет, и пешеход же тоже должен изучать правила дорожного движения. И многие пешеходы показывают свою полную безграмотность в этом плане, да? И здесь однозначно, то есть, как мы говорили 15 лет назад, так же мы говорим сейчас, и госавтоинспекция, да? И мы однозначно, то, что необходимо усиливать, усиливать, усиливать вопросы изучения основ правил дорожного движения, начиная там с раннего школьного возраста. А вот, на ваш взгляд, опять-таки, когда их классифицируют как-то, где они должны передвигаться? Вот взгляд ГИБДД. Ну, если их вынесут, опять же, мы говорим, которые мощные, то есть, они 100%, наверное, должны передвигаться, как минимум, они условно должны, может быть, подходить по требованию велосипедов, по требованию правил для велосипедов, быть может. Метр от края проезжей части, если мы говорим про проезжую часть. Вот, кстати, велосипедисты, и час велосипедов тоже мода прям, я смотрю, многие люди покупают, катаются группами и так далее. Много велосипедов в прокат, вот вы знаете, зеленый цвет. Соответственно, тоже, где велосипедисты должны передвигаться вообще? Потому что ведь по тротуарам тоже носят, дай Боже. И велосипед, в отличие от мопеда, едет бесшумно, в чем проблема? Велосипедисты должны передвигаться, если мы сейчас про возраст не говорим, про взрослых велосипедистов, они должны передвигаться по правому краю проезжей части в один ряд. То есть, когда едет человек по тротуару, он нарушает? Ну, это зависит от возраста, то есть, опять же, я говорю... Двадцатилетний память нарушает? Ну, условно нарушает, но, наверное, сейчас мы его привлекать не будем, потому что это более безопасно, чем двигаться в потоке. Потому что, если уж, раз мы заговорили про велосипедистов, то для них тоже есть отдельный раздел в правилах дорожного движения. А многие почему-то... Он небольшой, его почитать несложно. Многие почему-то забывают такие вот прописные истины, о которых мы уже говорили, пересечение проезжей части к пешедному переходу, спешиваясь, потому что не могут не среагировать водители. И второе такое очень прямо частое нарушение стало в нашем городе, это когда велосипедист движется в потоке, и в потоке поворачивают, например, налево на перекрестке Тверской проспект, улица Советская, что правило, и тоже запрещено велосипедистам делать. Потому что, я насколько понимаю, это запрещено и водителям, и велосипедистам для них исключение не делается. Нет. В потоке велосипедисту запрещается на проезжей части, где имеется более двух полос в одном направлении, поворачивать налево. Это почему? Это все объяснимо. Потому что из-за габаритов велосипеда, он не может быть своевременно замечен водителем, и он поэтому подвергается опасности. То есть он должен спешиться, перейти этот перекресток и дальше ехать. И ехать дальше спокойно. И поэтому возвращаемся мы к знаниям, изучению правил дорожного движения. То есть это надо обязательно освежить, а тем более, если речь идет о подрастающем поколении, то родители тоже должны понимать, что надо им рассказать. И где-то, может быть, даже показать. Скажите, тоже, насколько я знаю, от велосипедистов, все-таки параллельный, можно сказать, транспорт, требуется, когда едет, ведь обязан человек в шлеме быть по правилам, или как? Нет, это рекомендательный характер. Рекомендательный. Экипировку, да. Ну, кстати, про экипировку. Неплохо было бы ее тоже, если речь про законодательное разрешение этих, самокатов, если о них выделят все-таки по правильной части, тоже неплохо бы использовать экипировку, тоже это каким-то образом прописать. Потому что, вот просто сейчас перед передачей немножко статистику посмотрел, ну, правда, не наше это было изучение, но вот где-то в какой-то стране взяли три группы мотоциклисты, велосипедисты и люди, которые передвигаются на самокатах, и изучили их травмы, что касаемо черепно-мозговых травм. Так вот, больше всего процент получения черепно-мозговых травм был у тех, кто управляет самокатами. Почему дальше объясняется? Потому что мотоциклисты, они как минимум используют шлем, а в большинстве сейчас уже полностью экипировку защитную используют. Велосипедисты тоже многие используют шлем. Ну да, стараются. Кто передвигается на самокатах, никогда шлем не используют. Поэтому при падении, прокидывании, как это у нас в науке называется, то, естественно, черепно-мозговая травма получается человеку. То есть вы бы сделали это обязательно? Однозначно. Ну хорошо, скажите, а вот тоже надо вот это, вот это, а кто это будет контролировать, когда сделают обязательно? Выделят отдельный метр, кто? Это ППС, ГИБДД, кто? Ну это надо будет, это мы поймем, когда будет законодательный акт. И кому именят обязанность. А на ваш взгляд? Вот на ваш взгляд? Ну естественно, конечно, госавтоинспекция. Тут никуда нам от этого не деться. Естественно, госавтоинспекция. Потому что это участники дорожного движения все. А сейчас получается привлечь в нее как нельзя. Скажите, вообще, а вот на ваш взгляд, вообще, на ваш взгляд, в целом, стоит ли для них делать отдельную, как бы, ну, дорожки, как вот для велосипедистов? Или это нереально? Реально. Реально? Это те же самые велодорожки? Да. Конечно. Ну это было бы идеально. Я в чем? Может, тогда стоит перенаправить, ни с тротуаров, ни на проезжую часть, а на велодорожке? Очень много мест, где априори не сделать велодорожку, да, в силу какой-то старой застройки, да, отсутствия тротуаров. Те же самые вошедшие в состав города, там, деревни, которые у нас вокруг города всего находятся, да, то же самое микрорайон Крупский, да, мы там тротуары, нам негде делать, потому что там сразу удержалась застройка, да, после дорожного полотна, а еще велодорожка. То есть однозначно нет. А вот там, где она есть, однозначно должно быть четко. Опять же, это все одно за другим тянет. Должно быть зафиксировано законодательно о том, что при наличии велодорожки они должны двигаться по велодорожке. А что она, кстати, с велодорожками, как сейчас обстоят дела? Как это вот может отчитаться, что в этом году мы проложили, там, условно говоря, 5 километров? Нет, каждый год мы приращиваем, но, к сожалению, большинство велодорожек у нас, это велодорожки, которые совмещены с тротуарами, то есть и разделены линиями разметки и, соответственно, регулируются дорожными знаками. Это где такие, например? Ну, например, на Тверском проспекте. Например, та велодорожка, которая частично идет по тротуару, частично идет отдельно. Это по Петербургскому шоссе. Это сейчас мы будем... Да, улица Вакжанова, пожалуйста. Сейчас по набережной реки Лазури в планах у нас разграничить имеющийся широкий тротуар на две части. То есть, а вот строительство новой велодорожки, это уже не ремонт, это уже капитальный ремонт дорог, который сопряжен с техническими моментами, с экспертизой. Гораздо дороже происходит такой ремонт, чем просто отремонтировать, допустим, тротуар и расширить его. То есть, вот эти моменты. Ну, то есть, просто говоря, отдельной велодорожки массово сейчас, ну, это, по-моему, финансов особо нету. То есть выбор либо капитально ремонтировать, ну, или просто ремонтировать ямочно, неважно, обычную проезжую часть, либо деньги на велосипедистов выделять. А, кстати говоря, о скорости. А у велосипедистов есть какие-то ограничения по скорости передвижения тротуара или, опять-таки, неси как хочешь? Нет, таких ограничений нет, к сожалению. Ну, это уже наутку по самому велосипедисту дается, который должен оценивать уровень опасности для себя и для окружающих. Ну, вот в этой же связи, если говорить о самокатах, то, наверное, идеально было бы, как мы уже говорили, что там, где они пересекаются с пешеходами, их ограничиваем скорость, чтобы они двигались медленнее. Второе, то есть, все-таки, если уже дам, где скорость повыше, передвигаться по велодорожкам, где они есть. И третье, это если будет у них уже ответственность за нарушения, то это будет их дисциплинировать. То есть тут все одно за другим вот так вот развивается, поэтому отдельно, вот как-то отдельно одну меру реализовать, наверное, было бы неправильно. А сразу напрашивается вопрос о штрафах. На ваш взгляд, за нарушения какие-то штрафы серьезные или щадящие, наоборот? Смотрите, вообще, в принципе, сейчас у нас, если говорить о штрафах, не все штрафы соответствуют уровню нарушения, которые человек допустил. Опасность этого нарушения. Да, например, мы некоторые видим, что у нас за превышение скорости, там, вот 500 рублей штраф, да, некоторые это воспринимают наши водители. Если при условии, что оплатить еще за 20 дней полсуммы, 250 рублей, то есть для некоторых это... Движение по плотной дороге. Ну да, это как... Поэтому все-таки сумма должна быть адекватной в обстановке, в принципе, в стране. То есть ясно, что там какие-то драконовские меры, там от 5 до 10 тысяч штраф никто, наверное, не будет делать. Но в то же время и 100 рублей, наверное, это сумма такая неадекватная для того, чтобы человек понял, что нарушать нельзя. Ведь чем, для чего нужен штраф? Для того, чтобы человеку объяснить, если он так уже не понимает словами, что так делать нельзя, и чтобы у него какой-то осадок остался после этого. Поэтому, ну, наверное, как пешеходы и велосипедисты, вот 500 рублей, наверное, сумма штрафа, это, ну, объективно, наверное, было бы нормально. Скажите, а вы как-то вот интересуетесь опытом других регионов, а может даже других стран, ну, как принято, за рубежом все это чаще начинается вообще. Там как эта проблема решается? Вы по поводу ответственности? В целом, да, электросамокат, то есть к чему, к каким видам транспорта они причислены и так далее, и ответственность, в том числе, места передвижения. Если говорить о европейских развитых странах, где они прямо внесены у них уже в законодательство, то там скажу про сумму штрафа, то есть там от 200 евро сумма штрафа там за такие более мелкие нарушения до 1000 евро за управление в треном состоянии. В ряде стран азиатских, где законодательства нет как такового по этим средствам идеальной мобильности, многие пользуются условно правилами движения для велосипедов и на этих правилах привлекают к ответственности. А так вообще в большинстве стран, ну, мы говорим, что в принципе законодательство есть только в европейских странах, но не во всех. И в США даже нет, в Канаде, в Австралии, далеко. Насчет США, скорее всего, отдельные штаты, наверное, там какие-то принимают свои законы. Если говорить об азиатских странах, то крайне мало. Потому что, ну, почему я говорю про азиатские страны, потому что там тоже это очень популярное, это средство передвижения. Ну, пока так. То есть, ну, при этом, вот то, что я говорил, такие запреты, то есть передвижение один человек, там использование защитной экипировки, ограничение скорости, ограничение по возрасту, в принципе, те же самые запреты, они есть и вот в этих странах, где уже введена эта ответственность за данные нарушения. Поэтому, наверное, ничего такого плохого нет, если мы воспользуемся опытом уже других стран. Ну, я считаю, это хорошо. Зачем наступать в собственных грабли, везблять велосипед? Естественно, его надо применять к нашим условиям. То есть, надо все изучить, посмотреть. А какие у нас такие необычные условия по сравнению, там, не знаю, с Прагой или с Берлином? Что у нас такого необычного? Те же дороги, те же дороги. К российскому менталитету, как минимум, надо это применить. Скажите, я хорошо помню, как в советское время, кстати, не знаю, как сейчас, тоже велосипед давно нет, водили номера на велосипеды. Я это хорошо помню. Они были еще такой, еще из бывших этих, я не знаю, баллонов делали, потому что на обратной стороне там, по-моему, всякие были картинки. Скажите, на ваш взгляд, электросамокаты, все это нужно нумеровать? На самом деле, наверное, все-таки это будет уже перебор. Так же, как, в принципе, перебором было и в свое время вот это получение номера на велосипед. Тогда велосипед, это был, определенная была роскошь в любом случае. Сейчас проблема... Да он и сейчас стоит, господа. Вы приценивались давно, что велосипед стоит и прилично. Каждый для себя выбирает. Сейчас их гораздо больше, да. И однозначно это будет, ну, вот этот перебор, там, понимаете. А вот, ну, и возможность этой идентификации, да, чтобы там привлекать в автоматическом режиме, на тротуаре ставить камеру, которая будет считывать этот номер, да, там, привязывать человека. Но это, я думаю, что, наверное, все-таки не то, что будет внедрено на территорию Российской Федерации. Ну, да, я соглашусь, потому что, во-первых, большое количество. То есть, наверное, если будет необходимость идентифицировать, то это можно через операторов это сделать. Нет, а если частный? Вот вы говорили, что правило там, допустим, нельзя на автобусной остановке. А он поставил ему так удобно и пошел в офис себе. Кто его должен штрафовать? Ну, с частными сложнее, но, наверное, можно тоже, опять же, вывести какую-то категорию. Давайте сейчас не про самокаты я скажу, а вот те, о которых мы говорили, мощные велосипеды, вот эти с мощными электромоторами, да, которые попадают практически под мотоцикл, вот их, может быть, и нужно регистрировать. Вот, все-таки. А по поводу самокатов, ну, наверное, не такая уж будет общественная опасность вот этих вот нарушений, которые единичные, вероятно, будут, да. То есть, опять же, человек, который купил за серьезные деньги самокат, он все-таки стоит нормальных денег, то есть, вряд ли его бросит где-то на особую остановку без присмотра. Поэтому тут, наверное, это единичный случай, они на безопасность в целом не повлияют. Ну, может быть, может быть, может быть, хотя, конечно, опять-таки, вы говорите, наш менталитет русского человека, что хочу, то и делаю, и так далее. Денис, а вообще, вот интересно, вы как-то анализируя опыт Твери вообще, как мы в этом плане смотримся по отношению с другими городами? Не будем хорошо брать Москву-Петербург, понятно, особое исключение, если брать сопоставимый областный центр. То есть, мы как-то впереди, в середине отстаем и так далее. Мы делаем все то же самое, что делается везде. Москва и Санкт-Петербург, особенно Петербург, это регионы, которые были впереди. Всегда так было. И да, и мы равняемся туда. Почему? Потому что это пришло туда раньше, это развивалось раньше. Именно у них были резонансные происшествия с данной техникой. И, соответственно, мы идем по тому пути, которым идут многие регионы. И, наверное, не скажу, что мы где-то впереди. Практически сейчас где-то вступает в октябре, где-то вступил в августе. Потому что между принятием и вступлением нужно три месяца, чтобы прошло. Но, в принципе, везде все одинаково происходит. Но я скажу так, что больше, допустим, не во всех регионах это настолько развито. Потому что, смотрите, не было бы у нас сейчас проката, который, по сути, только в прошлом году появился. Не было бы такой проблематики. Наверное, мы бы на нее внимания не обращали. Ну, конечно. А прокат-то далеко не во все регионы пришел. А в какие? Ну, так, наверное, звучит ситуация, где, например, по вашим данным, нету? Ну, смотрите, у нас, допустим, в Твери, второй город по величине у нас какой? Ржев. Там ничего нет. Хотя, по идее, я думаю, что там тоже это было бы востребовано. И, соответственно, если сюда это придет, то коллегам тоже придется, соответственно, вносить изменения, принимать и поэтому здесь сложно, трудно сказать. Вот такой, чтобы статистику прямо изучать, есть в Смоленске или нет, не изучали. Ну, вот эти список мер, которые целые... Это мы брали на основе нашего понимания. Ну, давайте так, допустим... А почему было не взять тупо московское условно-городское законодательство и скопировать? Оно везде... Нет. К примеру. Или петербургское. Нет. Там институтура городская, наверное, другая. Это первый момент. Второй момент. Ну, допустим, вот вы говорите, откуда везде то. Ну, допустим, возьмем Смоленское захоронение у нас на набережной реки Лазури. Ну, давайте прямо вот там расставим самокаты и будем бракат делать. Неправильно, согласитесь. Вот. Остановка. Узкий тротуар. У нас узких тротуаров еще и много, да? Средний центр. Конечно, да. И давайте мы здесь поставим 10 самокатов. Вот когда эти 10 самокатов стоят, например, на пересечении Радищева-Трехсвятской, они не мешают. А давайте эти 10 самокатов поставим там на улице Пушкинской. Естественно, они будут мешать. То есть вот эти вот моменты, они, в принципе, и отрегулируют. То есть это наше понимание. Ну, естественно, мы изучили опыт того же самого Петербурга. И вот сейчас и с одним оператором, с другим мы пытаемся уже, не дожидаясь первого сентября, все это стабилизировать. А разъедините мне, опять-таки, просто как человек, который не катался. То есть человек имеет право обладать, который взял в аренду, остановиться где угодно, кстати, пойти дальше пешком? Это зависит от того, как запрограммирована данная техника. То есть? Например, в Петербурге, чтобы сдать и закончить поездку, нужно найти место, где его припарковать. А что будет происходить, если он захочет, где попал оставить? У него не заблокируется, то есть будет перевозка искать дальше. Ну, может его оставить и пойти? Или что? У него будет счетчик работать. А, он оставит, но денежки с него будут списываться. Таким образом, он просто себя по факту оштрафует. Мне нужно его оставить, я смотрю место, вот оно через дом. Я поехал через дом, поставил, сфотографировал, отправил, все, у меня, ну, что он на месте, все. И у меня после этого стоп этой программы, у меня списались деньги и все. Поэтому вы сейчас с оператором взаимодействуете, вы ему говорите, ребята, можно здесь, здесь, здесь. Да, но мы видим даже, там, бывает, они кинуты в частном секторе, действительно, в Крупском. Понятно, что он туда попал именно, как вы говорите, не по обочине, а по проезжей части, потому что по-другому туда не попасть. Такое бывает брошенное, да. Ведь здесь проще с прокатными, чем, что в любом случае любая эксплуатация его, она привязана к аккаунту, да, привязана к аккаунту, соответственно, к системе оплаты. То есть в любом случае, если что случится, то вот именно прокатные найти гораздо проще. И плюс, он же у них отслеживается, то есть в каком месте, допустим, кто-то сейчас произойдет какое-то происшествие, не дороже, а происшествие, а между пешеходом и такой техникой на пересечении Трехсвятка и Радищева. Нет, ну сам столб, он, наверное, все-таки не убежит. Там пешехода сбил с ног и уехал, да, допустим. То есть однозначно вычислить очень легко, потому что они у себя видят, где в это время, в этой точке, какой самокат был раз и кто его взял. То есть если действительно это получается такая в пользу пешеходов, если в тебя врелся такой самокатчик и убежал, бежать бесполезно. Или бежал, или уехал, конечно, бесполезно. Ну или уехал. На арендованном бесполезно, да. Да, потому что его вычислить все равно, это к вопросу вот нашим гражданам, кто-то думает, я смотаюсь и все. Совершенно правильно. А все-таки в этом списке, а есть что-то такое сугубо тверское или нет? Все-таки в арках зданий, на газонах, цветниках, иных территориях, занятых зеленым насаждением, на остановочных пунктах пассажирского транспорта, а также на расстоянии менее 10 метров от границ посадочных площадок светофоров. Предел треугольника видимости. Что это такое? Это когда они могут загородить, допустим, там пешеходный переход, при повороте, там водитель на них отвлечется, например, да, там произойдет какое-то даже страстное происшествие. На тротуарах, пешеходных дорожках, где ширина менее полутора метров, то есть вот это вот характерно для нас, а менее пяти метров до перехода. То есть такие места, где именно. Это наше Тверское имя? Это там, где то, что мы ввели. Ну, что заимствовано, что чисто наше, я вам сейчас вот прямо вот так вот с листа не скажу. Ну, то есть все-таки, а на кого больше ориентируешься? На Москву или Петербург все-таки? Мне кажется, наш город, если брать исторический центр, больше на Петербург, да? Больше Петербург ориентировались, да. Тоже относительно узкие улицы, узкие тротуары. Это как говорят, да, там вот эти изменения, там что-то новое, да, там написано кровью, так немножко, наверное, звучит не очень, но, по крайней мере, да, вот именно брали там, где были происшествия, где можно обезопасить. А в Петербурге, да, мы помним, были знаковые такие происшествия, очень грустные. Ну что ж, у нас эфир подходит к концу, мы сегодня говорили об электросамокатах, как вы слышали, дорогие телезрители, скоро в Твери, с 1 сентября, да, будут нововведения, следите за сообщением, в том числе СМИ, просто сайт городадминистрации, это касается всех, кто пользуется самокатами, а в том числе пешеходы, как мы слышали, вот интересные такие вещи, дорогие пешеходы, если у вас вдруг вырел самокатчик, нанес вам какой-то ущерб и смылся, что называется, вы не переживайте, его можно вычислить, благодаря современным технологиям. Ну что ж, спасибо большое, уважаемые гости, всем прошу быть, всех прошу быть внимательными, за рулем самоката или просто когда вы идете пешком, как выясняется, все-таки всякое бывает, самокатов все больше, поэтому приходится вертеть головой, даже если ты, казалось, пешеход. Это была программа «Тема дня», до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова